Самое первое, что вы можете потерять из вашей религии, это трепет, это набожность, это богобоязненность. И достигнет до того, что когда ты зайдешь в мечеть, где читается джума намаз, то есть в мечеть, где собирается джума, то ты не увидишь ни одного мужчину, который был богобоязнен в намазе. Ты не увидишь ни одного мужчину, который бы проявлял трепет перед Аллахом во время намаза. Когда Аллах упомянул в книге, в Куране, в сайфате качества верующих, сказал, именно этот аят мы с вами разбираем, это те, которые с трепетно молятся, с трепетом читают намаз. Если будет трепетно у нас сердце, богобоязнен в сердце, тогда все наши остальные органы, все наше тело будет с трепетом молиться. То есть если у нас сердце будет трепетно относиться к Аллаху, с трепетом мы прочувствуем богобоязненность, тогда наши части тела, они прочувствуют некую поманина, прочувствуют спокойствие, и в этот момент не будет человек играть во время намаза, а посмотреть, смотреть, думать, когда же закончить намаз, а он полностью отдаться, субхану ва Та'але. Ас-салат латифия хушуа, дия лати ту астеру фи хаяти. Именно какой намаз, когда мы читаем намаз, читаем намаз в Куране, аят, где субхану ва Та'але говорит, именно салат а-тангаан и фахча у ал-мункар, поиск намаз запрещает все плохое, все дурное, и видишь, человек молится, и на него это не действует. А именно какой намаз действует, какой намаз оставляет след в нашей жизни, именно тот намаз, в котором есть ал-хушуа, есть набожность, есть богобоязненность, есть трепет перед Всевышним, субхану ва Та'але. Т.е. сделано мне спокойствие в намазе, говорил дай нам возможность дай нам возможность прочувствовать некое вот это спокойствие скажи чтобы мы почитали намаз и прочувствовали спокойствие, а какой намаз идет речь, о каком намазе именно тот намаз в котором есть есть трепет, есть набожность, есть богобоязнь опять же, да, мы с вами разобрали то есть намаз запрещает, все плохое, все дурное отдаляет человека от харама какой намаз? это тот намаз, который есть в хушу именно намаз приказал намаз приказал читать и предписал нам с вами, уважаемые братья и сестры молитву для того, чтобы в этом был хушу для того, чтобы мы прочувствовали набожность перед Аллахом когда мы стоим перед Всевышним чтобы мы прочувствовали трепет перед Аллахом когда у него что-то было тяжко на душе когда какой-то может быть вопрос нужно было решить когда ему что-то тяжело было и он не знал, как его решить то есть ты стоял перед неким таким выбором и когда что-то ему было тяжко тогда что он спешил к намазу спешил прочитать намаз но однако это именно к тому намазу которому есть то есть когда говорит такбир Аллаху Акбар в этот момент чувствует то, что он нуждающийся бедный немущий стоит перед богатым перед властелином и Аллах знает то, что внутри Аллах знает то, что его проблема этого человека своего раба Аллах знает что ему нужно именно когда человек говорит такбир Аллаху Акбар и в этот момент понимает то, что он развеличивает когда сказал Аллаху Акбар он понимает то, что Аллах самый великий и в величии Аллаха никого нет если человек говорит Аллаху Акбар Аллах самый великий и в этот момент думает о ком-то о невеликом то он обманывает он обманывает и он не прочувствует в своем сердце не прочувствует в своем сердце некий трепет перед Аллахом Намаз, который, братья и сестры, мы читаем, и в этом намазе есть богобоязненность, мы думаем об Аллахе, размышляем, в нем есть именно это тот намаз, который поменяет нашу жизнь. Это именно тот намаз, когда мы говорим выйдем из намаза, мы прочувствуем то, что мы стали лучше, чем до того, когда мы были в намазе, до того, когда мы сказали таквир. Субтитры создавал DimaTorzok